Всем привет! Сегодня я решил продемонстрировать вам мою новую самоделку из некоторого количества деталей. Это довольно необычная самоделка вообще в целом, потому что это такая турель, такая пушка наземная для теневых солдат. Ну и в чем же, так сказать, ее предыстория? Считается, что эта пушка была секретными файлами Галактической Империи. Но на самом деле она была создана и протестирована из-за ее ужасающей мощи и поражения, дальности и радиуса. Этот проект отменили. Это замечательная турель, которую я сейчас создал и придумал для нее такую небольшую предысторию. То есть это фактически такое секретное оружие-прототип, которое было использовано только один раз, но оно оказалось слишком смертоносным даже для брони штурмовиков теневых, которая была, по моей задумке, создана специально против этого ружья. То есть вы помните в одном эпизоде «Звездных войн. Войны. Клонах» там с дроидами была похожая ситуация, но в этот раз ничего не вышло, потому что все же штурмовики это люди. Да, так что тут примерно такая же задумка. Ну и как же я все-таки воссоздал, точнее не воссоздал, а придумал данную пушку? Выглядит она довольно-таки интересно и, как мне кажется, довольно необычно, по крайней мере. То есть это такая турель массовая. Может быть, выглядит она довольно странно, то есть это просто такая пушка, но на самом деле тут все не так просто. Данную турель нужно было иметь огромный генератор, который давал ей всю мощь. Он обычно находился под землей и проходил сюда. А вот это лишь, так сказать, каркас весь был внизу. Здесь сама пушка, она поворачивается вот так вот. Имеются вот такие детали. Во-первых, они придают ей крутости, а во-вторых, в принципе, больше ничего не делают. Само же дуло пушки, вот как выглядит, довольно-таки интересно. Это деталька «Экзофорс», между прочим. В целом, да, она поворачивается. Главное, что у нее есть довольно интересная история. Вот такие вот балочки, чтобы туда можно было ставить самих воинов, наших штурмовиков. Вот сюда мы его так ставим. И он может уже стрелять. Но, к сожалению, все те, кто были причастны к этому эксперименту, погибли именно из-за того, что данная пушка была довольно-таки сильна. Плюс тут массовая отдача, но в целом она может уничтожить целый гарнизон войск. По-моему, довольно интересная задумка вот такой вот теневой пушки. Этот турель могут собрать многие без особого труда. Главное, иметь большую часть подходящих деталей. Конечно, многие вы можете заменить. Это просто моя интерпретация. Как бы выглядела теневая пушка в мире Звездных войн, если бы такая существовала, которая бы стреляла некой формой антиматерии. В принципе, выглядит она довольно неплохо. Вы можете сами продумать свой дизайн. Но, в целом, мне кажется, что мой довольно-таки неплохо передает всю эту идею и историю, которую я сам придумал. Так что, если вы создадите какой-то прототип, другую версию данной пушки, или, возможно, сможете сделать такой вот теневой танк, который тестирует ее, не просто вот как бы пушка, а можно ее поставить на какую-то интересную базу такую, которая, возможно, будет левитировать. Либо же на каком-то космическом корабле могут происходить дополнительные испытания данного секретного оружия, например, на флоте Альянса Повстанцев. Так что, друзья, тут вообще места для раздумывания очень много. И давайте будем создавать нашу собственную расширенную вселенную Звездных войн. Ну, а всем спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилась данная маленькая моделька с довольно интересной историей. Жду вас в следующих видео, удачи и пока!